Пустые школы, пустые детские сады. В дневниках записки для родителей уроков не будет. В стране забастовка. 24 с половиной тысячи педагогов на работу вышли, но уроки не провели. Учителя отмечают. Громкие протесты министры не слышат. Приходится идти на крайние меры. Как прошла забастовка в материале Дианы Хадулиной. До первого урока остаются считанные минуты, но на занятия никто не спешит. Звонок сегодня не звенит. В Рижской 74-й средней школе пусто. На дверях объявление. Забастовка. Уже с 7 утра все учителя на своих местах. Елена Губченко проводит нас по пустым коридорам и рассказывает. В школе работает почти 40 лет. И все эти годы педагоги вынуждены просить. Надоело. Наша цель нашей забастовки это чтобы хотя бы не ухудшилось. То наше положение, чтобы оно осталось хотя бы на том же уровне. Ну и второе, я сказала, это солидарность с теми, кому может быть хуже, чем нам. В школах и детских садах сегодня необычно тихо. Педагоги бастуют. 911 учебных заведений по всей стране. 24,5 тысячи педагогов. В этой школе 620 учеников. 53 учителя. Но бастуют не все. Два педагога готовы провести занятия. Если ученики все же придут, то их отправят к ним на уроки. Если придут дети, но как мы видим за 5 минут до начала занятия еще никого нет, дети будут распределены между этими учителями, которые проведут с ними занятия в течение дня. Спортивный зал закрыт, свет выключен. По расписанию должно было быть 6 уроков. Сам учитель спорта Андрей Карпов и забастовку поддерживает, но в позитивный исход и скорые изменения не верят. Просто нам на жизнь не хватает. Если считать, что учитель все же это, как везде говорят, учитель это тот человек, который делает наше будущее и так далее. А как, знаете, говорят оптимисты, пессимисты, я реалист, поэтому, наверное, шансов не так много. Учительница латышского языка пришла на работу с сыном. Ведь помимо школ бастуют и дошкольные учреждения. Каждый второй детский сад. В дошкольном учреждении 233 пустые детские кроватки, все куклы на своих местах. Родители отнеслись к забастовке с пониманием. Детям очень интересно, а почему же сегодня детский садик не работает? Мы рассказываем, что хотим зарплату побольше, чтобы ситуация стала стабильнее и мы были радостнее. Могли бы позволить себе посещать мероприятия. Мы любим свою работу, мы любим деток. Мы каждый день с радостью их ждем, поем вместе, учим стихи, играемся. И тут я получаю сообщение, пришла зарплата. Вот тогда становится грустно. Складывается ощущение, что нас недооценивают. У педагогов два требования. Направить 9 миллионов евро на усовершенствование системы оплаты труда и увеличить финансирование для высшего образования и науки. Диана Хадулина, Айя Кинси, Ива Ржипицкис, Латвийское телевидение.